С участием в таком мощном кинофестивале, один из крупных мировых форумов кино. Я всегда говорю о том, что мой личный успех как-то тонет по сравнению с тем, что это значит для калмыки. Потому что действительно для калмыки это рождение калмыцкого кино и то, как реагируют люди, народ, наши земляки. И, в общем-то, наверное, это самое, то, из чего стоило это все делать. Потому что, ну, понятно, что у нас очень богатая культура и очень интересная, и может быть даже трагичная судьба. Но я думаю, что у нас будет повод еще много раз рассказать. Это правда. Действительно, даже наше участие самого в этом фестивале, в фестивале фильма калмыцкого представлено действительно. Это первая такая полнометражная вента, она здесь вызвала только одну реакцию. Реакцию гордости за то, что наша землячка представляет нас. И в разных аудиториях, в тот момент, когда было понятно, что вы будете участвовать, мы говорили, молодежь очень это здорово воспринимает. Я на прошлом видео был в Лагане, и в Лаганске вообще там в восторге, что их город там увидели, Германию, да не только Германию, но и вся мировая киносообщество увидела. То есть очень здорово. Да, действительно, ну, это был очень большой интерес со стороны Креции, и на фильме писали и Голливуд Репортер, и Варита, и Скрин. Ну, то есть все это по журналы, ну, мировой киноиндустрии, в общем-то, они отметили этот фильм, потому что это интересно. И главное, что публика сама, было семь показов у нас в общей сложности, были полные залы, люди были проданы за несколько дней, и люди не уходили во время показов, потому что, конечно, у меня это было очень волнительно, что вдруг люди начнут. Потому что фильм медленный, фильм такой, ну, скажем так, другая культура, и это не в чистом виде этнография, к чему они, наверное, привыкли, чего они ожидали от, например, буддийской республики. И мне было очень приятно, что публика была настолько умной и настолько понимала какие-то даже вещи, на которые я не рассчитывала, как автор. И многое, что, наверное, самое, наверное, ну, скажем так, для меня важное, то, что ответили, что этот фильм, и что сама главная героиня несет в себе ментальность именно калмыска, что она сама как калмыска, и для меня это было очень важным. А вот дальнейшая судьба, какой-то прокат будет в России? Прокат в России будет, но мы ждем премьеры на каком-нибудь крупном российском фестивале. Это будет либо кинотавр, если он состоится, потому что сейчас сложная ситуация, либо это будет, наверное, зеркало, тоже это летом проходит в фестивале. И после этого мы можем сделать прокат в Калмыкии. Ну, первый прокат, наверное, конечно, дома. Мы бы очень хотели... Ну, естественно, мы хотели бы сделать премьеру и здесь, в Калмыкии, и очень рассчитываем, что все это пройдет именно как праздник. И также мы хотели бы сделать в России, в Москве, большую премьеру, потому что в Москве очень много наших земляков. И кроме того, для того, чтобы привлечь внимание к нашей культуре, это есть очень хороший повод. Ну, наша практика в Аберлине показала в том, что огромный интерес, и то, как мы представили культуру нашу, мы привезли артистов. Эрвина Аргаева, певица, открывала каждый показ в Калмыкии Дун и отководила Ерея. И, конечно, для многих это было очень необычно, такое представление фильма. Но, скажем так, этот опыт показал о том, что как можно делать широко, освещать, и как можно с помощью, например, фильма популяризировать всю нашу культуру. И это было очень здорово. Ну, и творческий, это, наверное, банальный вопрос, убитый, но я его повторю, а дальнейшие творческие планы? Ну, дальнейшие я дописываю сценарии, полнометражный тоже фильм, он тоже основан, называется «Тачал», это тоже из «Колумбинской истории». И в рамках «Культеро» я участвую за целый год, это просто тренинг такой на описание сценария, там очень был большой конкурс. И вот я его закончу, я надеюсь, мы подойдем в министерскую культуру, может быть, в связи с тем, что мы сейчас в Берлине, нас поддержат опять. Мы с Леной очень надеемся. Удачи вам, удачи. Вот, я бы вам хотела подарить вот наш буклет, с которым мы ездили в Берлине. Спасибо. Спасибо. И фильм, который вы можете дома посмотреть, ознакомиться. Ну, в домашнем варианте посмотреть, конечно. Величайший, спасибо. Спасибо.